Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life, с большой радостью и любовью. Благодарю вас за то, что вы сейчас здесь с нами, вы отложили все свои дела, может быть, находитесь параллельно с какими-то делами, делаете свою работу, едете на работу, едете с работы, просто дома отдыхаете. Я благодарен каждому человеку, который сейчас остановил каким-то образом свое пространство и сосредоточил внимание на этом разговоре. Будет интересно, как и всегда, сегодня 15 августа на календаре, завтра будет 16-е, время песок, все течет, очень быстро меняется, большое количество событий, хороших или плохих, каждый может интерпретировать их по-своему, но есть те, которые точно хочется обсудить. Сейчас со мной на связи ченнелер и экзорцист Исита Гая, сейчас поговорим. Исита, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Приветствую вас, прекрасно выглядите, очень ярко, как раз под стать лету, которого осталось две недели, но лето же тоже такая относительная штука. Хочется верить, что лето, зима, осень, все эти погодные явления, это просто условность календаря. Но есть события, которые происходят, и они точно что-то приближают или что-то отдаляют. Во многих комментариях на нашем канале есть тема, тема событий, которые происходят в Кульской области. На территории России уже началась война, как говорит Владимир Завенский. У меня возник один вопрос, я это все сформировал в одну тезу. То, что сейчас происходит на территории России, это приближает конец войны в Украине, или же наоборот каким-то образом его отдаляет пространство? Как вы чувствуете? Сейчас каждое событие будет приближать конец войны. Есть большая вероятность военных действий в Европе на территории Европейского Союза. Но, что касается Украины, энергетический конец войны для Украины приближается с каждым днем. Страны Балтии в ближайшее время могут оказаться теми странами в Европе, на территории которых будут происходить военные действия? Да, сейчас есть очень большая вероятность, потому что энергии трансформации поднимаются на нашей планете. И если мы говорим про планетарное воздействие, идет усиление энергии Марса также на Землю. Поэтому есть большая вероятность открытия новых точек конфликта на территории Европы. Ну и мы видим, что сохраняется напряжение в зоне Ирана и Израиля. Еще часто зрители на нашем канале пишут о том, что Украина отрывает осень, уже Украина не прошла уроки. В начале войны была такая тема, теза о том, что война для Украины – это кармический процесс. Украина уже прошла все кармические уроки, которые посылала ей эта война, или еще не до конца? Смотрите, пока есть вот это желание, чтобы быстрее закончился урок, он не будет заканчиваться. Есть момент, который проходит каждый процесс – это момент сдачи. Это когда ты долго-долго пытаешься что-то сделать, и ты долго ждешь результата, а потом в какой-то момент ты внутренне сдаешься, ты понимаешь, что это не закончится, результата не будет, и ты просто принимаешь ситуацию как есть, и ты начинаешь аккумулировать радость внутри текущей ситуации. Мы очень ждем, когда же, когда же все закончится. Но если мы примем, что да, это не заканчивается, и мы не знаем, когда это закончится, но я принимаю эту ситуацию как есть, я оставляю свое сопротивление этой войне, я убираю его, и я разрешаю всему быть. И если сейчас это происходит, я принимаю это тоже как божественное благо, да, как вот тот волшебный пинок, волшебный пенгель от высших сил, который мне необходим, и пускай он будет столько, сколько мне необходимо. Я это принимаю. Это то, о чем говорил Иисус. Если вас убирают по одной щеке, подставьте другую. Если к вам пришла ситуация, не сбегайте от нее, не ждите завершения. Просто примите эту ситуацию полностью и доверьтесь наконец-то Богу, потому что многие говорят, я верю в Бога, я верю в Бога, но по факту никто не верит, потому что если бы вы действительно верили, вы бы знали, что все всегда находится под контролем высших сил. И если какая-то ситуация продолжается, она вам нужна еще в вашей жизни, значит, она вас учит, она вам помогает, и она вас очищает. Если бы у ситуации больше не было функции вам помогать и вас очищать, она бы закончилась в сию же момент, в сию же секунду, но этого не происходит. Поэтому нужно понимать, что все служит нашему благу, и принять это, убрать сопротивление внутри себя, убрать вот это желание, чтобы скорее закончилось, чтобы скорее закончилось, а я прошел, не прошел. Если это не закончилось, еще не прошел, все, прими это, и постарайся в этом состоянии радоваться, жить и аккумулировать максимально позитивную энергию, насколько это возможно. Вот насколько это возможно, это сдаться Богу, отдаться в руки Бога, отдаться в руки Творца с пониманием, что Бог обо мне точно позаботится. Вот это и есть вера, про которую говорят все святые, по вере твоей будет дано. Отдаться Богу, даже если ты в огне, даже если ты в аду, даже если тебе больно, тяжело, страшно сказать, да, мне плохо, я отдаюсь Богу, вот пускай Бог решит, что дальше со мной. Я отдаю все это Творцу. И когда мы отдаем это все, приходит кто-то, кто-то просто появляется и исцеляет нас. И этот кто-то — это всегда истинный я, это Бог, который просто приходит и собирает нас заново из пазликов. И эта новая версия, она всегда лучше предыдущей старой версии. Это как новая версия телефона. Это лучше я. И вот это перерождение из гусеницы в бабочку или когда змея скидывает старую кожу, это всегда болезненно. Но потом просыпается красота и просыпается еще больше любви и еще больше благодарности ко всем негативным ситуациям. И все зависит от нас. На самом деле мы выбираем, как проживать ту или иную ситуацию. Вот просто кратко. Как работает этот механизм? Можно на примере того, что человек застрял в лифте? Вот он застрял в лифте, он понимает, что он не будет ломать лифт, он не выйдет из него, помощь придет. Через какое-то время оно придет или там появится свет. Сейчас в Украине немножко стабилизировалась ситуация со светом, но буквально месяц назад то, что люди застряют в лифте, это повсеместно. Человек в лифте, сидя, он просто принимает ситуацию и переводит свое внимание на то, что ему нужно занять чем-то другим внимание. Как сместить этот фокус? Если я нахожусь в плохой, неприятной для себя ситуации, мне занимать свой ум тем, чтобы не скучать или проживать ее. Ну, если я в лесу, и меня никто не может найти, я заблудился, то мне просто все внимание переключить на то, что я ищу корешки, я ищу ягодки. Или же я буду молиться. Как, на что смещать фокус? Выживать? На самом деле, если происходит ситуация, как с лифтом или с лесом, вот вы сейчас в тяжелой какой-то стрессовой ситуации. Первое, что нужно понять, что вы не одни. С вами рядом Бог. Он везде и во всем. И Он в этой ситуации, и Он в этом лифте, и Он создал эту ситуацию. И Он создал ситуацию, чтобы вы потерялись в лесу. Это сделал Бог для того, чтобы вы побыли вдвоем. То есть это время между вами и Богом, это время поговорить. Это время для вашего разговора. Если происходит эта ситуация, вы понимаете, вас вызвал Бог, на разговор. Сейчас будет разговор с Богом. Самый важный, наверное, разговор в вашей жизни. Самый долгожданный разговор. И вы просто отдаетесь этому процессу. Закрываете глаза. Вам не надо двигаться куда-то, бежать, что-то искать в телефоне. Просто оставьте все, закройте глаза и скажите внутрь себя. Боже, я знаю, что это сделал ты. Я знаю, что ты хочешь мне что-то сказать и передать. Я разрешаю тебе говорить со мной и себе слышать тебя. Я разрешаю себе принять то, что ты мне хочешь дать. Я открываю свое сердце для тебя сейчас. И я отдаю тебе в руки свою жизнь, свою судьбу и реальность этого момента. И тогда вы готовы слушать. Вы сдаетесь Богу. Вы отбрасываете сопротивление, страх, желание изменить ситуацию. Вы ничего не меняете. Вы просто останавливаетесь, закрываете глаза. И вы говорите, да, Бог, я знаю, ты это сделал для меня. Ты так давно хотел со мной поговорить, а у меня не хватало времени. Я был занят тем и тем и тем. А сейчас есть время в лифте или в лесу. У вас есть это время. И поверьте мне, начнется разговор внутри вас. Это будут вопросы и ответы. Это будут глубокие темы. И будет что-то, что вам не нравится. И будет что-то, что будет истинно. И будет что-то, что откроет вам сердце. И это польется из вас, изнутри. Вы будете слышать голос Бога. Вы будете чувствовать его. И когда этот разговор произойдет, зажжется свет и лифт поедет. Или кто-то вас найдет в этот же момент, в эту же секунду. Как только разговор закончится, сразу же вы выйдете из этой ситуации. Потому что эта ситуация – это такой буфер вне пространства и времени. Буфер, который создается высшими силами для очень особенного момента, очень особенного разговора. Например, в моем случае я создаю себе эти буфера сама. Из канала приходит информация, что время поговорить. Я одна еду в лес или иду ночью на какую-то гору или в другой город. Я всегда должна быть одна. И это разные условия. И там происходит мой разговор. Поэтому вы можете также создавать его для себя, эту буферную зону. Для того, чтобы не было случайных обстоятельств, вы можете поехать в лес, можете пойти к озеру, вы можете на один день выключить телефон и при этом не зачитываться книгой, а быть в медитации, закрыть глаза и разрешить себе этот разговор, искренний разговор от сердца, внутри себя, с интересующими вас ответами и вопросами. потому что на самом деле этот источник – это то, что нам надо. Это всегда то, что нам надо. Это то, что мы ищем в каждом человеке, во всех обстоятельствах, в работе, но нигде не получаем этого. Это как жажда, и мы не можем напиться во сне. Знаете такие сны, когда ты пьёшь и не можешь напиться? И мы не можем напиться вот этой энергией благодати от других людей, потому что это сон, потому что мы во сне, мы не можем получить из внешнего ничего. Но когда мы начинаем внутри, говорится, источником, мы начинаем просыпаться, мы начинаем в реальность входить в истину, где есть вода, которая может нас реально напоить, удовлетворить и дать нам состояние спокойствия. Почему йоги, почему святые, они настолько спокойны, они настолько в благости, потому что они в реальности. Мы во сне, а они уже в реальности. И им эта вода постоянно идёт. Они пьют, пьют. Они понимают, что реальный я, он там, а здесь я просто во сне. Да, я могу играть в сон. Здесь есть много интересных плюшек, много интересных опций. Можно играть в карму, можно играть в любовь, в боль, в радость, в нерадость. Но когда ты устаёшь играть, в какой-то момент ты хочешь проснуться, ты хочешь в реальность, ты хочешь вот этой чистой воды. И она есть только в одном месте, только в Творце. И этот коннект с Творцом, он не внешний, нет никакого внешнего портала, никаких врат. Ты можешь этот коннект открыть только в своём теле. Тело — это портал, сознание — это портал, только внутри себя, нет другого выхода никакого. Поэтому единственный вариант — это смотреть в себя и начать диалог со своим сердцем, например, в котором живёт Бог. Просто поиграйте в такую игру, поговорите со своим сердцем, начните сердцу задавать мысленно вопросы и записывать ответы, которые будут приходить вам мгновенно. Это ченнелинг, который вы можете провести со своим собственным сердцем. И поверьте, сердце вам подскажет. Крутейший совет. Вы можете стать ченнеллером самому себе. Я же сразу хочу посоветовать людям, которые не... Очень часто люди спрашивают, а что такое медитация? Как медитировать? Научите медитировать. Что это? Просто не думать мысли? А, это сложно. Очень простой совет. Вы просто выключаете телефон, ставите в режим самолётика, что называется, идёте в парк или в лес и поставьте себе мобильный телефон, например, будильник, просто на час. На час выключите свой телефон, положите его в рюкзак и пойдите в лес или в парк. Когда ваше сознание будет отдыхать в лесу или в парке, потому что там не будет ярких вывесок и так дальше, вы будете слышать вот именно те мысли, ответ на которые получите, и сами же себе его дадите. Я просто часто так практикую, я заметил, что это тоже вид медитации. Отключить телефон, который из нас высасывает энергию и просто наблюдать со своими мыслами. Класс! Благодарю подписчики. Можно писать сразу же о том, что ведущий. Давайте без лишних слов. Переходите к нашим вопросам. Вопросов есть. Я бы выбрал несколько. Они разношёрстные, но очень интересные. Первое. Хочу спросить о свадебном платье. Алексей, вітаю вас. Вітаю вас и сито. Дуже прошу. Отримайте відповідь. Дуже прошу дать відповідь мені на моё питання. Исіс, скажите, будь ласка, как правильно и чи потрібно взагалі утилізувати весильную сукню? Я пішла від колишнього чоловіка 6 років тому, весильная сукня досі висит в шкафу. Вона мене енергетично дуже грузить, я розумію, що потрібно її позбиватися, але не знаю, каким краще чином це зробити. Що потрібно зробити? Продати, віддати, спалити? Дуже вам дякую за відповідь. Все зависит от того, как настроено ваше сознание. На самом деле свадебне платье – это платье, но вещь, она може на себе брати некую энергию і некую программу. Перед тем, як віддати вещь, или даже спалити її, утилизувати, її нужно очистити. Як очищається вещь? Ви просто берете платье в руки, закрываете глаза і говорите, я снимаю з этого платья все наложені мною на нього соціальні, енергетичні, психологічні, емоціональні программы. Зараз це просто платье без моїх программ, без моїх видень, без моїх зеркал і без моїх наложень. Після цього ви можете физически постирати платье, і воно буде абсолютно чистим. І в такому чистому віде ви можете його продати, ви можете його отдати, ви можете його сжечь, ви можете його благословити после цього і сказати, що тепер це біле платье соединено напряму з Істочником. І воно, кроме енергії просто білово сияння і платья, несет структуру Творця, структуру Бога. І Бог, любовь, тепер живет в цьому платьі. І в такому віде ви можете передавати цю вещь іншим людям, з благословенням. Тому що, коли ви маєте реальність і программу на уровне вещи, ви маєте її в своєм сознанні, ви маєте в себе. Коли ми роботаємо з собою, ми роботаємо з другими. Коли ми роботаємо з другими, з вещами, з людьми, з предметами, з деревнями, ми роботаємо з собою, ми завжди себе допомагаємо. І коли ми маємо ці программи в пространстві, в міре, в одягі, це перепрограммування. Ми маємо программу в своєм сознанні, і ми уходимо на новий ресурсний уровень. Круто! Благодарю за ответ. Також хочу, щоб в следующий раз, ну, щоб под этим видео зрители оставили вопросы на тему вещей, которые у них дома находятся долго, і, можливо, у них тоже розникає myсля, що ця вещь не должна здесь знаходиться, але як її збавитися, як з нею попрощатися правильно. Натишіть. В следующий раз цю тему ще подразкроємо. Так, є ще такой вопрос, вопрос личний, але буде касатися всіх. Ісіта, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви харчуєтеся? Я розумію, що м'яса та риби у харчуванні у вас немає. Чи правильно я розумію? Що дозволяєте ви собі з некорисного? Чи п'єте каву? Чи вживаєте молочні продукти? Чи вживаєте хліб? Дякую, цікавлююсь для себе. Хочу корисно харчуватися. А у мене було дуже багато разної їды, учити я була риба і морепродукти, де-то ще місяць назад, до активування кундаліни. Місяць назад у мене зробила серія активувань і трансформація каналу. І тепер я не употребляю все ці продукти, я не употребляю кофі, я п'ю чай, соки, і їм свежі овощи і свежі фрукти. Конечно, питання і еда глядають огромну роль, і я для себе поняла і вивіла таку формулу, що коли ми питаємся свежими овощами і фруктами, і коли ми делаєм регулярні медитції, відбувається дуже швидка і дуже мощна трансформація зазнання, така, якою у мене не було до цього. Тобто процеси ще більше ускоряються. І в медитациях я наблюдала кілька чудес і явлень. Це були дуже красиві чудеса, і вот ця последовательність практик і активація кундаліни, котрими я зараз займаюся, тому що це божественна енергія, і я не можу, роботя з цією енергією, вже употребляти определенні продукти, так як я провожу активацію для большого количества людей. Недавно був марафон на 200 человек, де люди проживали активацію, у них повністю поменялось сознання, жизнь, і продолжає меняться, я кожен день получаю отзыви, і це невероятно, у мене був ретрит з активаціями кундаліни. Тому формула – це питання і регулярна практика. Це то, що роботає для мене. Возможно, є інші формули, але я їх не знаю, я использую такі те, які я точно знаю. Ну, якщо вам предлагають яблочний пирог с мороженим, можете чуть-чуть іскуситися один разочек на маленький кусочек. Ну, це ж приятність. Ну, в общем, пусть вам приносить удовольствие какая-то еда, потому що еда – це удовольствие. Це самое главное. Так, є ще вопрос такого інтимного характеру, ну, ми здесь взрослі мальчики і девочки. Здравствуйте. Могу ли я задати вопрос? Можете. Озвучиваю. Очень познавательно у вас здесь, полезно і интересно. Благодарю. Скажіть, якщо не було секса уже 7 років, не означає ли це, що я закрився в своє серце, перекрився в себе жизненний поток? Що це може бути? Кіни можуть бути відповідствію? Обіда, страх? Як із цього выйти? Що робити? В такому случае? І робити ли що-то? Помогите знайти відповідь. Однозначно, сердце закрито. Я думаю, що потрібно зробити, що случилось 7 років тому. Возможно, були болезненні відношення, болезненне розставання, після которого захлопнуло сердце і за дуже сильній болі. Страшно йти в цей опыт. Тому є багато страхів. І однозначно, якщо у вас є цей вопрос, потрібно з цим працювати. Тобто вам потрібно йти к мастеру, к специалісту, який б вас вививив зі состояния страху. Тому що, якщо це дліться вже 7 років, значить, самі ви не справляєтесь. Тобто ви не справились, вам потрібна допомога. І для того, щоб ця помощь прийшла, потрібно її позвати. Зформируйте намерення, попросити у Творця, щоб вам дали нужних людей, нужні практики, нужного мастера, який вам поможет выйти із цього зі состояния і відкрити своє серце. Тому що, якщо ми не відкриваємо серце, якщо ми себе держимо, якщо ми закриті, включається программа самоуничтоження. І в будь-якому случае, якщо ви хотіли просто держати целибат і состояние счастья і єдинства з Творцом, ви б не задавали целибат. Ви не живете в храмі, не живете в монастыре, і це не целибат, це проблема, яку вам потрібно решити. Посмотрите туди, і якщо ви туди дивитеся, вже, значить, зараз у вас є 100% готовність це решити. Значить, ваше время прийшло, і ваша життя поменяється. Якщо зараз вже ви задали цей вопрос, значить, ви готові її менять. Значить, дуже крутою момент, дійсно. Якщо ти задаєшся вопрос, я через себя теж пропускаю, значить, ти готов слышать ответ чи готов яким-то образом інтерпретувати цей ответ. Маленький подвопрос от мене, може ли секс с, назовем це условно, неправильним человеком, можливо, с человеком без емоціональной привязки, чи с человеком, не хочу говорить неприятним, ну пусть будет, с неправильним человеком, може ли секс с неправильним человеком наоборот, угнетать или опустошать? То есть, ти думаєш, що тебе буде лучше, находиш человека, але становиться хуже. Смотрите, давайте разберемся, що таке сексуальний контакт. во время сексуального контакта в вас заходит енергія, це і фізичне проникновення, і енергетичне проникновення, це точно так же, як в вас заходит еда. Если це чиста, здорова еда, после такой еды ви чувствуєте легкость, вам приятно, ви веселі, ви бодрі, ви общаєтесь. Если це отравлення еда, все зависит от степени, наскільки еда ядовита. Якщо це просто испорченна еда, ну, у вас буде болеть желудок, він вас скрутит, ви посидите на унитазі, вам буде какое-то время плохо, но потом ви реабилитируєтесь, ваше тело очиститься, ви прийдете в себе. Но якщо це отравлення гриба, ви можете умереть від цього. То є поймите, що все зависит от степени, наскільки ядовитий чоловік. А якщо це психічно-емоціонально нездоровий чоловік, якщо це чоловік з травмами, з децкими травмами, це буде як зіспорченна еда. Але якщо це демонська структура, як це демон в плоті, це як отравлення гриба, от такого контакта можна умереть, физически умереть. Классна метафора. Благодарю. Так, ще два вопроса. Здравствуйте, Сита. Мене перед войной снился один і тот же сон несколько раз. Безлюдна улица, ураган і рыбай у слонодороги. Вот недавно опять приснился. Інтересно, що це означає? Невещий ли – це сон? Мене явлення були вже в історії, в некоторых городах, і такі явлення можуть повторяться. Тим більше, що зараз ми знаходимося на піці трансформації планети. І тому разні абсолютно события, ураган і землетрясення, цунами, риба, яка може падати просто з неба вмісті дождя. Це все можна. Я недавно увидела, що в одному місті даже падало місо на людей вмісті дождя. Тому ми в трансформації. Це не значить, що все люди умрут, що планета погибнет. Нет, це значить, що ми встретимся зі своїми страхами, ми встретимся зі своїми ограничениями, ми встретимся зі страшними предсказаннями. Ми це увидим, і ми це пройдемо за счет того, що ми понимаємо, що саме важливі – це не события, а наша реакція, наше состояние во время события. События происходить, дождь, ураган, снег, як гроза, землетрясення, війна. Це события, це матричний эффект. Але наша реакція, а реагуємо ми з внутрішнього состояния, з понимання, хто я. Якщо я тело, я буду бояться, але якщо я Бог, і це тело, це мій костюм, я буду созерцати, улыбуватися, я буду знати, що це пройдет, все пройдет, і це тело пройдет, а я останусь, тому що я бесконечний, вичний. І я буду менять форму, я буду менять планеты, я буду менять реінкарнації. Все це буде проходити, а я буду оставаться, тому що так було, так є, так буде завжди. Благодарю вас, ісіта, за ответ, і благодарю вас, зрителю, за вопросы. Задавайте вопросы, оставляйте їх в комментариях под этим видео, в следующий раз, коли ми увидимся с Ситой, я обязательно озвучу їх. Есть ще один вопрос, он последний, сегодня у нас такая небольшая, короткая встреча, ми вряд ли увидимся до Дня Независимости, Дня Мира, Дня Свободи. Вот, мене так класно поправили в комментариях, що День Независимости, День Независимости, лучше, пусть это, может быть, будет Днем Свободи. Как ви чувствуєте, каким День Свободи, День Независимости буде в этом году для України, і является ли этот день такой энергетической подпиткой, как лучше провести этот день, чтобы помочь государству, которым ми объединены все, в том, чтобы добыть, мир, установить мир, одержать победу. Как провести этот день? Свобода – это не физическое явление, свобода – это состояние. Вы можете путешествовать по всему миру, свободно передвигаться и при этом чувствовать себя очень несвободным. И вы можете сидеть за решеткой в тюрьме и быть абсолютно свободным, потому что свободно или несвободно только ваше сознание. И вы выбираете решение. Свобода – это просто решение и понимание, кто вы на самом деле. Пока мы находимся в этом физическом теле, мы несвободны, но в то же самое время наше божественное сознание свободно и оно проходит через все формы. Поэтому этот день свобода – это не только день для Украины, это день для каждого, день для всех, потому что мы все едины, мы все друг с другом связаны. И я советую в этот день сделать акцент на себе, сделать акцент на своем сознании. Проведите этот день так, как вы давно хотели, так, как вы мечтали. Сделайте то, что вы откладывали, сделайте что-то приятное для себя. Будьте счастливы в этот день, разрешите себе внутреннюю свободу. Отпустите страхи, отпустите ограничения. Поймите, что вы всегда были свободны, даже если кажется, что вы не можете передвигаться, вы не можете куда-то поехать по тем или иным причинам, обстоятельствам. Внутри вы всегда свободны, вы всегда божественны, вы всегда прекрасны. И ваше сознание невозможно ограничить. Именно благодаря внутренней свободе многие писатели написали замечательные книги о путешествиях, находясь всего в одном месте. Находясь всего в одном месте, они совершали путешествия в своём сознании и подсознании. Они совершали эти путешествия сквозь время и пространство. Они путешествовали к другие миры, измерения, мерности. И эта внутренняя свобода открывает для вас безграничную возможность путешествовать. Поэтому будьте свободны, ощущайте себя свободными, потому что в этом и есть ваша истина. Это то, чем вы являетесь. Божественными, свободными, сияющими, прекрасными, сутсями, душами, источником Творца. Благодарю вас за эти прекрасные слова. Меня это натолкнуло на личность Марии Примаченко, украинская художница, которая никогда не выезжала за пределы Украины, за пределы родного села. Нарисовала картины с дивовижными левами, с дивовижными страусами, с чем-то еще. Мне очень было бы интересно с таким, с твоей особистой, с твоей людьми, потому что она жила самозвучим прикладом. Исита, благодарю вас. Спасибо большое. Вас поздравляю с этим днем и с тем, что завтра будет новый. Благодарю вас за время и ответы, дорогие зрители. Вас благодарю тоже за энергию. Оставляйте свои вопросы, будем рады их озвучить. Спасибо всем. Завтра будет новый день, и он точно будет лучше, чем этот. А этот уже неплохой. До встречи в следующих видео. Бегите себя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова